За ходом, за ходом люди убивают друг друга, вот об этом нужно узнать и прекратить. Нас интересуют именно вот это, недостатки. Господь зашел, Он не стал спрашивать, как сады растут, а говорит, кто согрешил, не ел ли от дерева. В первую очередь проступок. Это важно. Рассказывай. Нарушение, одно из главных нарушений, это разговоры и смех громкий во время песнопений. По порядку. Значит, сейчас я закончу вопрос. Вот когда дома бывает радио или что-то играет, а в это время разговаривает, советуется выключать. Это не уважение к диктору. Вы где-то услышали разговор какой-то, или тем более считается Слово Божие, мгновенно надо закрыть рот. Они повеют, ты не можешь, иди слушай. Слушать не можешь, размышляя о Божественном. На то, что ты шумел, кричал, какая польза-то? Во-первых, ты ему мешал петь? Одни пели, но не один же он пел-то. Кто разговаривал? А что у него рост такой? Чистил что-то? Чистил зубы, наверное. Да не надо это все, у нас это не практикуется. Которые чистят зубы, сегодня говорят, они, как правило, у всех стирают эмаль, они болеют. Рукова не натягивай, подними повыше. Рукова, чтобы руки вот так были. Так, кто разговаривал на кастре, поднимите руку. Это пели. Никого, да. Ну еще, стоите. Тарасий остановился и думает, поднимать и поднимать. Так, вы сами себе рассудите. Наказание в вас должно быть. И придумайте какое-то, как говорят, адекватное, равное наказание. Придумайте. А какое, не знаю, скажи, сегодня до обеда ни одного слова не скажу. Ничего глухонемы. Тогда, Тихонич, вот эти парни тоже разговаривали, но они что-то боятся поднимать руки. Кто разговаривал во время пения. Я же все это видел, слышал. Во время пения. Что вы боитесь? До обеда сегодня не разговаривать. Не разговаривать, руки опустите. И размышлять. Есть глухонемы, как вот у Нестора, отец глухонемы. Он всю жизнь не разговаривает языком-то, а только руками показывает, что сурдопереводчик. У нас, наверное, один Тимоша только не разговаривал. Остальные все обоглали. Тимоша, недостаток, вышел на первое место. Так, говорят, что-то там деревенские нарушали. Кто? Ну, главный нарушитель Илюша, наверное. Илюша. Больше всех нарушил. Значит, поговорим мы, кто у кого он живет, его родителей нет здесь. Илюше запрещается приходить на костер без сопровождения старшего, который имеет на ним власть. Он не один приходил. Все? Не один был. Веня был. Ну, это надо, я сказал, кто имеет на ним власть, кому он подчиняется. А он им-то не подчиняется. А раз не подчиняется, то еще толку. Так, теперь, если человек разговаривает, что делаем? Мы сажаем ее на жердочку. Он там должен сидеть, друг от друга не задевать. Так, я думаю, не убирать, что у нас есть, а большие столбы сделать и подтянуть к тем привязать, что есть, наклонившиеся. Там столбов пять только. И всю систему растянуть машиной. Наклонить в ту сторону ее. А убрать, уже они, ребята, принесут, чищу, когда поют, облокотятся. А так ничего нигде не будет. Я вчера уже тоже ушел и ночью еще размышляю. Громко смеялись. Вот еще на все похоже. Вот как будто бы что-то ел и не доел. Вчера кололи корову здесь. Она старая. И у нее вымя. Большое вымя. Вымя это откуда молоко идет. Ну и они отдали нам. Я сейчас ее урезал на мелкие куски собакам. Режу, а молоко течет и течет оттуда. Не видел. Но я набрал к тому, отдал шарику. Кошки не стали есть. Вот как будто бы я сейчас вспоминаю, как будто бы... Касался чего-то не такого. По поводу громкого смеха, Ксения у нас очень громко смеялась. Это не должно быть. Сразу с Василисой рядом сели, и та такая же хохотушка. Ну и та такая, потому что она знает и с теми с отступниками, которые отошли от церкви. К ним не подходить. Значит, наказание одно не будет. Глупые смехи возвышают свой голос. Рядом не сидеть, не разговаривать. Ничего особенного нет. Это правило. Я говорил, чтобы юбки были ниже колен, у нее выше колен. Сейчас до завтрака сделать выше колен, выше. Минимальное. Это ниже колен все юбки сделать. Ну-ка, иди сюда. Выйди сюда. Посмотрите, она только приехала. Это не члены общины. Еще не пример вам. Вот выйди сюда. А-то подними у тебя она маленько. Пожалуйста. Ну нельзя так мимикрия. Значит, в церковь мы оденемся по церковному, а тут будем задерем, говорит, выше головы. Господь это осуждает. Смотрите. Вот она уже примером является для вас. Когда будешь где-то бегать, маленько подняла, тут можно и ходить, и не запутаешься. Так, на бум вот этот разъезд. Ни в коем случае, чтобы не были. Тем более, это мокрое. Нога подскользнулась, упал ребром. Как у нас была девочка встала, рука переломлена. Но не наша, она из деревни пришла. Не лазить туда, только в сухое время. Без носков, с разрешения под присмотром старшего. Они маленько прошипали нас. Дальше не остарглавки бежит. Догнал, а тот мешает. Маленько подтолкнул его, все, кверх ногами полетел. Не отпускать. Если там кто-то балуется, он лишается права ходить на бум. На качелях неправильно качается. На один день запрещается на качели садиться. Как? Качнулся, а потом на веревке раскручивается. Веревка раскручивается, порвалась и я это все покупал. На свои деньги. И где-то альпинистов. Это очень, очень крепкие веревки. Но их перетерли. Так, вам понятно наказание какое? Оно вам не в ущерб на пользу. Еще один костер пройдет, не садитесь. А потом увидим, что нормальное будет, тогда будешь с ними вместе. Это не духовные люди. Тем более, основное время будем молчать. Вот некоторые так бывают, что они разговаривают. А потом как дорвался из него, как фонтан идет. Надо ровную линию вести. Я вот вижу. Ну, ходи сюда. Вот это, девочка. Леонида? Агния. Вот у нее, заметьте. Я просто пример показываю. Это ровное поведение. Ровное. Я не знаю, от родителей это, от природы или как. Она совершенно ровная. Реагирует адекватно, как называют правильно. Не вспыхивает. Не напускает на себя мрачность. Мрачность напускаете. Не понравится тому же ничего. Это ты будешь страдать везде. А как правило, это разведенные будут. А вот этот ровный характер, это значит, там внутри у нее есть спокойствие. Главное, ты молись. Бог устроит тебя. Становись. И вот маленько приглядываясь, как идут у нас. Ну, как будто у нас получше пошло, Арсений. С бабой поговорю. Они от вас ждут хороших местей, что вы поправились, что вы довольны. А что, нет, больше ничего нельзя сделать, чем мы делаем. Так, завтракать будем здесь или туда пойдем? Туда. Так, поднимите руку. Кто за то, чтобы здесь завтракать? Один. Там сыр. Два. Кто за то, чтобы пойти на бугор? Так, слушайте внимательно. Был дождь? Опустите руки. Так, ты рот не вытер. Вот выйди сюда. Как будто коровья вымя жевал. Ну, смотри. Значит, больше к этой краске не подходить. У нас был мальчишка один, ел зубную пасту. Ну, и тогда все собрались, ему в чашку там надавили сколько-то, и он стоял, ел, заклебывался, наелся, больше никогда не стал ехать. Да сыто. Ну, ему нравилось это, пожалуйста. Ну, она не отрава, но там тоже есть что-то. Ты понял? Больше этого не делай. Вообще в рот не бери ничего этого. У тебя зубы хорошие. То есть, вот тебе какое наказание-то? То есть, неправильно пользуешься, смешно это дело выглядит. Так, теперь, слушайте, когда прошел дождь, трава намокла. А вы будете садиться, плачешки замочите. Поэтому мы несем туда военные палатки, и они будут скручены вчетверо. Но на них, вы пойдете сейчас туда обувши, на них ногами не становиться. Так, поняли? Вы на сухом будете все. Мы как, оно вместо скамейки у нас будет. Они вот такой ширины будут вам, это вполне достаточно. У нас военных палаток принесли много. И попутно за военных помолите, чтобы их Бог оставил живых. Они везде страдают, мучаются. Евангелие. Сейчас Евангелие читать будете. Так, во время игры друг друга где-то девочки, мальчики хватает, нет? Ну, я не замечал. У меня устроили. Приехал игумен сюда, Кирилл Сахаров. А они устроили игру в разбойники. Моих невест хватает и тащат. Ну, еще у меня свисток был, где-то свисток. Отрезали, больше никогда, чтобы этого не было. Где девочки спят, где туалеты, на той стороне, чтобы мальчики никогда не появлялись. Если по той стороне кто-то пойдет, будет доказан. Определенно. И где мальчики, туда девочки не заходите. Это не надо. Я вчера я говорил, что у девочек сейчас три туалета. Ну, там один у них там сделать, хоть бумажный какой-то дверку сделать можно. Ну, там никто не заходит, там и... Я там все сделал, дверку сделал. Ну, все. По маленькому костю. Так. Маленький туалет. Еще что-то было сейчас на костре. Так, теперь я буду спашить. Костер понравился? Да! Так. Какие замещания у кого будут? Что-то изменить нам надо? Давайте все участки в этом. Хотелось бы что-то лучше сделать. Не знаю. Вот представьте, дяди Вити бы не было. Гитары не было, песнопианина не было. Ладно ли? Я вчера даже подумал, у нас тут есть пианино. Пианино, может, притащить надо было туда, но дождь. Ваня, Ваня вон поднимает. На, Тихонович. Ну, иди сюда ближе. На, Тихонович. Все. Можно сделать там снизу, есть верхний ряд сидений и нижний ряд. Нижний ряд совсем развалился и там... Там сгнило. Найти бревна и сделать, правильное замещание. А это давно уже сгнило. Поэтому заняться на той неделе. Ты закончишь там спортплощадку, Володя, тебе это. Там у нас много, которые напилены, большие, толстые. А вот сестра просит пирс восстановить. Пирс не восстановить. Не восстановить. Это невозможно. Для этого нужно, по крайней мере, лодки две. Железные лодки. Потому что это у нас резиновые. И мужиков хотя бы человек пять. Это сваи. Их не вытащить. Они под водой скрытые. Наращивать, прибить невозможно. Вы не понимаете, что это такое. Когда новое делается, тогда сваи. Мы делали вот койка. Ну, койка просто одна, на которой прыгает эта. Ее ставят. Один залазит, другой держит. И он сверху бьет молотом, чтобы забить. А там ил. Это очень-очень непросто. Тем более там рядом теперь ушли под воду, вот так, под водой столбы. Говоришь, не купаться. Не нырять. Стерна ныряет. Головой ударился, позвонки сломались, всю жизнь парализованы. Это не приведи Господь. А там, где есть, там огородят они этими поплавками. Там будет нормально. Но внизу сделать, чтобы они ходили по резиновому полу. Не выли ногами. У нас же есть это дело. Снова связать. Так, еще предложение. Так, очень хорошо. Слава Богу, я думаю, нормально прошло, без происшествий. Давай. Вот это вот в озере место, как вы говорите. Так, подойди сюда. Место, которое в озере вы говорите, можно сделать поскорее? То девочки тоже просятся. Куда? Ну, купаться. А мы их не пускаем, там грязно. Когда вот это можно будет? А я думал, они купаются. Нет. Понимаете, все. Я нигде не вмешиваюсь совершенно. Только когда говорят, тогда только начинаешь что-то делать. Потому что должно новое поколение вырасти. Так, это правильно. С пирса-то у нас там пол везде был. И ограждение было. И ограждение было. Здесь ограждение они сделают из жердей. Дальше ограждение будет из поплавков. Сейчас пирс раз не восстановить. А на выходе, тут травы больше натопчут, и на ней будут ноги вытерать. Больше ничего не сделать. Это нереально. Нам нужен большой, огромный кран, чтобы его цепляли водолазы, вытаскивали все сваи и за нас забивали. Это невозможно. Ну вот, наверное, с понедельника надо заниматься. Такие коврики. Да. Сделать как должно. Вид не показывает, что что-то замерз. Почему я не мерзну? Почему не мерзну я? За арка вам работали по день, нет? Ну, работал. Я мясо заготавливал собаке. На месяц, наверное. Глушкову дали. Так. Глушковые ребятишки были. Кто были? Катя. Настя. Юля. Юля, значит, за них, особенно дети, помолитесь. У них большая беда. Они потеряли православную веру. Большая, огромная, страшная, непоправимая почти. Но за них молится бабушка. Мы молимся каждый день, чтобы Господь вернул их православие. Это мама сумела сделать. Все повернули. Но они с нами стояли, молились, да? Да. Я-то впереди стоял. Помолитесь. Вы знаете, когда про себя скажите, Господи, обрати их в святую православную веру. Потому что всякие... Не надо губы оттягивать. Не надо трогать. Не надо, потому что попадет что-то туда. Видимо, обожгла или что губы-то? Объедрила. Ну, не трогай там. Помажьте, зайдите, помажьте ее чем-то, медом или чем. Только не слизывай мед. Зайдешь на кухню, подойдешь, себя помажут. Никакой химии нигде не применять. Лекарства только подножные, которые у нас есть. Вот что мы пользуемся. Тут все есть. И сердечное, и вот заживляющее. Это подорожник. Все абсолютно есть. Ты назови какая болезнь, я тебе скажу даже какой пропорции лекарства. Вчера я показывал пустырник. Это специальная плантация в Америке, в Японии. Они насаждают, сеют. Это медонос очень сильный. Прекрасный мед, как там кипрей, иван, чай. Вот такое. А у нас все здесь есть. Ко мне вопросы есть какие? Тогда слушайте Евангелие. Только не отвлекайтесь. Чтобы могли пересказать. Пожалуйста, поближе. Поближе. Переудар. А ты свое дело делай, продолжай, как считаю. Давайте, давайте. Пошел. Надо бить не так. Посмотрите, как Ваня бьет. Он берет вот так вот ее. Она тяжелая, конечно. И вот так вот. И потихоньку. Можем вот так. Ты вот так одной рукой можешь держать? Вот я один раз ударю. Смотри. Вот так вот помахаю ее, а потом... У нее другой звук. Ну, я руками не брать. Ну, вот так вот махнул. Попробуй. Один удар, а то собраться. Попробуй. Одной рукой помокай, а потом брякни. Только рукой не ударься. Прямо по линии пальцы. Утром ничего не ходи. Бегай быстрее. Нормальный звук. Все. Быстрее на Евангелие. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Марка. Первая глава седьмой-восьмой стихи. И проповедовал, говоря, Идет за мной и сильнейший меня, У которого я не достоин наклонившись Развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, А он будет крестить вас Духом Святым. О ком здесь речь? И проповедовал, говоря. О ком речь идет? Кто проповедовал? Иоанн Креститель. И всегда это в мыслях держите. То есть связь со вчерашним чтением, помните. А то так просто будете стоять, И пользы не будет. Толкование блаженного Феофилакта. Я, говорит, не достоин быть даже самым последним рабом его. Рабы что делали? Господин заходит, ну это в древности. И развязывали там ремень обуви, Одежду помогали снимать. Вы видели в фильме о древнем Риме? Вот Иоанн Претечий говорит, Я не достоин. Настолько я ниже Иисуса Христа. А как он это узнал? Господь ему это открыл. Потому что это Сын Божий. Но он не понимал это до конца. Но он, Господь давал понимание, что это не просто человек. И я даже это действие не достоин. Ну по-нашему и не достоин ему снять сапоги. Настолько он выше. Можно так. К нашему пониманию. То есть узел на ремне обуви его понимает, впрочем, и так. Все приходившие, крестившиеся от Иоанна, разрешались посредством покаяния от уз грехов своих, когда веровали во Христа. Таким образом, Иоанн у всех разрешал ремни и узы греховные. А у Иисуса не мог разрешить такого ремня, потому что у него и не нашел всего ремня, то есть греха. У Господа греха нет. Еще такой вопрос задает, чего нет у Бога? Нет греха у него. Он безгрешный, святой. Почему мы поем на литургии? Свят, свят, свят Господь Саваух. Это из пророка Исаии взято. Три раза. Почему три раза? Потому что три лица, троица, единосущная и нераздельная. Девятый, десятый, одиннадцатый стихи. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса, и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть это крещение Господа Иисуса Христа. Когда праздник крещения у нас? Двенадцатого. А? Двенадцатого. Нет, это у нас крещение. А вообще, каждый год праздник крещения Господний, когда мы управляем в церкви православные? Зимой? Какого числа? Взрослые, помогите. Девятнадцатого января. Девятнадцатого января. Он называется еще Богоявление. То есть Бог явился в трех лицах. Отец, Сын и Дух Святый. Отец, здесь голос Отца, но это глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный. Сын Божий явился народу. Явление Иисуса Христа народу. Есть картина такая. И Дух в виде голубя. Толкование. Не за отпущением грехов Иисус приходит ко крещению. А зачем Ему креститься? У Него нет грехов. Ибо греха Он не сотворил, равной не для получения Духа Святого. Ибо как могло Иоаннову крещение даровать Духа? Но и не для покаяния идет Он креститься, поскольку Он больше самого Крестителя. Без сомнения, для того приходит, чтобы Иоанн объявил о нем народу. Он исполняет всякую правду, то есть все заповеди закона. Я по порядку им не читаю, сокращаю. Ну и, конечно, для взрослых, потому что здесь много чего. И то я взял Евангелие от Марка, оно более короче. И немного так написано. Так как послушание крестящемуся пророку, как посланному от Бога, было так же заповедью, то Христос исполняет и сию заповедь. Сын Божий мог прийти на землю не так, как вот Он пришел. Не через Богородицу появиться на свет, а просто сойти на землю во славе своей. Но Он исполняет закон, евреи бы Его не приняли, Он же к Своим пришел, Он был евреем. Евреи, евреи, это Богом избранный народ. И Он приходит именно в таком уничиженном виде. Рождается в яслих, ну как на иконах изображают, рождественских, видели? Мы сценки рождественские тоже ставим, что Господь в яслих в таком уничиженном виде. Исполняет закон, Ветхий Завет, последний пророк Ветхого Завета Иоанн Предтеча. Он все это выполняет, чтобы его же евреи, братья по крови приняли его. А если бы он законы не исполнял, вообще бы они никак не принимали. И то гнали его, даже когда он исполнял закон, подыскивались. При сошествии Святого Духа тотчас изречено и свидетельство. И Дух сходит в виде голубя. Почему в виде голубя? Такой вопрос не задаете себе? Голубь символ мира. Еще почему? Вот голубь настолько кроткая птица, что, допустим, вы будете у квочки, у курицы, брать цыплят. А она у вас может и поклевать. Она будет на вас нападать. Знаете квочки, когда у нее цыпушки? А голубь, ты берешь его детеныша, он никак не реагирует. Кроткий. Но они на самом деле, конечно, голуби между собой тоже ссорятся, как наши ребятишки. Из-за качели могут ссориться, из-за чего-то, из-за мелочи. Голуби начинают друг друга клевать. Но вот птенцов берешь, он никак не реагирует. То есть он не нападает на человека настолько кроток. Вот кротость, незлобивость, вот эта чистота. Немедленно, 12-13 стихи. Немедленно после того, Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней. Искушаемый сатаной был со зверями, и ангелы служили ему. Господь нам показывает пример, как надо уединяться, молиться, поститься. 40 дней, он мог и больше пост выдержать. В житиях святых известно случай, когда 70 дней постился один подвижник. То есть превзошел даже почти в два раза этот результат. Но они рекорды ставили зачастую. А Господь 40 дней. Не ел, не пил. И нужно было это ему, пост, молитва. Да как для Господа не нужно. Это он нам пример показывает, пример борьбы. И когда сатана к нему приступил, стремя искушениями, он их отразил словами Священного Писания. Отойди от меня, сатана, как он говорил. Не искушай Господа Бога твоего. И настоящая власть дана-то Богу. Сатана имеет власть только над теми, кто Бога не знает. В их сердце нет Бога, этих людей. И там сатана. Вот не слушается ребенок, в огонь прям лезет, близко к огню. Это бес в нем. Он не слушается. Раз сказал ему, второй, третий раз, четвертый. А потом посадил его дальше туда. Это не просто так он противится. Это темная сила им руководит. А потом что? Дальше в огонь может попасть. Все, обгорел. Это были случаи в лагере с Таней. У нас правила, они жизненные, чтобы вы были сохранены. А не просто так. Правила на правила, чтобы вам тесно было. Чтобы вы скучали тут. Да скучно не будет. Когда ты будешь работать, будешь активно отдыхать, лицо должно быть у тебя расправлено. Не такое какое-то сумрачное. Толкование. Научая нас не унывать, когда после крещения впадаем в искушение. Господь уходит в гору на искушение. Как ты крикалаешь? 53. Заканчивай. Аминь. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Слава тебе. Притаскивайте все туда. Палатки идите на стилей. На палатку ногой не наступать. На это касайтесь. Вот так. Выключаю. Все, надо там. Выключаю. Выключать.